Мой доклад отличается от темы конференции, но тем не менее он важен для нас, для всех, для врачей и урологов, поскольку он посвящен формированию нового профессионального стандарта. Большое спасибо организаторам Тамаре Сергеевне за предоставленное мне на этом конференции слово. И цель моего доклада как бы проинформировать вас о том, что новый профессиональный стандарт, он формируется и будет утвержден. И все врачи и урологи, которые нашей страны, могут поучаствовать в этом законотворчестве и ознакомиться с ним, дать свои замечания, какие-то предложения, что-то сообщить важное, что вы можете сказать. Проект профессионального стандарта. Во-первых, организация-разработчики – это Министерство здравоохранения Российской Федерации, Союз медицинского сообщества, Национальная медицинская палата, Первый Московский медицинский университет, Московский государственный медико-стоматологический университет и Департамент здравоохранения города Москвы. Итак, какие же этапы внедрения профстандарта? Создание проекта профстандарта, мы его уже сделали, этот проект, и сейчас обсуждаем в профессиональном сообществе. Дальше будет уже утверждение проекта и так далее. То есть сейчас мы его обсуждаем и принимаем все ваши замечания и так далее. Профессиональный стандарт – это характеристика, квалификация, необходимая работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. То есть профессиональный стандарт – это наш основной закон врача-уролога, на основании которого будут формироваться различные должностные инструкции и так далее. Квалификация работника – это уровень знаний и умений, профессиональных навыков и опыта работы. И профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, которая необходима работнику. Имеются в нем определенные трудовые функции, которые определены Министерством труда. И мы определяем необходимые умения, необходимые знания, что должен знать и уметь врач-уролог непосредственно на рабочем месте. Разработка профстандарта осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, методическими рекомендациями Министерства труда России. И макет профессионального стандарта был составлен и утвержден приказом Министерства труда. И также уровень квалификации, также на основе приказа Министерства труда. Ну и, соответственно, здесь учитываются федеральные законы, это Трудовой кодекс, номенклатура медицинских услуг и так далее. Какие же нормативно-правовые документы мы применяли при составлении проекта стандарта? Конечно, приказ Минздрава, здесь я не буду перечислять их, здесь 11 позиций, Трудовой кодекс Российской Федерации, общероссийский классификатор профессии и так далее. Во-первых, структура профессионального стандарта, здесь написано «базовый уровень». Я обращаю ваше внимание на то, что стандарт составлен для врача-уролога, который закончил двухгодичную ординатуру и приступает к своей профессиональной деятельности. То есть это непосредственно базовый уровень. Структура стандарта – это общие сведения, описание трудовых функций и характеристика обобщенных трудовых функций. Здесь я не буду перечислять описание трудовых функций, которыми мы с вами все пользуемся. Ничего здесь новых нет. Это проведение обследования пациента, лечение, реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации и так далее. Проведение медицинских экспертиз – все это вы найдете непосредственно в проекте стандарта, который мы подготовили. Раздел необходимых умений, знаний и то, что врач-уролог должен делать, это как раз вызывает более бурное обсуждение. Поэтому я в своем докладе представил то, что мы пока представляем. Это подлежит обсуждению, это можно обсуждать, что-то добавлять, что-то убирать, но тем не менее. Необходимые умения базового уровня врача-уролога после двухгодичной ординатуры. Вот они следующие. Умение интерпретировать и анализировать результаты обследования. Конечно, здесь и все наши лучевые методы диагностики, и специальные лучевые методы, которые непосредственно в урологии применяются, включая и фармакодоплерографию полового члена, фистулографию и так далее. Кроме того, умение оказывать необходимую медицинскую помощь, также при неотложных состояниях. То есть приступ кочечной колики, травмы мочеплавых органов, макрогеметурия, анурия, при острой задержке мочеиспускания. Умение выполнять лечебные манипуляции. Соответственно, следующее. Это установка уритурального катетера, тракарная цистомия, снятие швов, проведение местной анестезии и так далее. И умение выполнять оперативные вмешательства. Вот список тех оперативных вмешательств, которые должен выполнять врач-уролог. Но мы пока здесь, так сказать, этот список достаточно расширен. Поэтому я думаю, что, безусловно, сейчас сложно вам, наверное, все это прочитать и мне перечислить. Тем не менее. Но какие-то моменты я, наверное, скажу. Это нефростомия, пункция почечной кисты и лоханки, удаление камней мочевого пузыря, трансуретральная резекция мочевого пузыря, цистотомия, удаление камней уретры, трансуретральные эндоскопические уретролитотрепсии, ревизия органов мошонки, орхиотомии, обрезание крайней плоси и так далее. Я почему не останавливался на этом? Потому что сложно, наверное, сейчас из зала как-то вникнуть в эту проблему. Но я вас призываю к тому, что ознакомиться с этим стандартом. С ним можно ознакомиться на сайте Российского общества урологов. Вот ссылка на него, то есть в разделе новостей. И ссылка там имеется на главной странице Российского общества урологов, если вы туда зайдете. Все отзывы и предложения по проекту стандарта врача-уролога вы можете направлять на почту Российского общества уролога. Они потом будут пересылаться непосредственно авторам проекта профессионального стандарта. И всем призываю поучаствовать в этом законотворчестве, поскольку это действительно основной наш с вами профессиональный закон, на основании которого будут разработаны наши трудовые функции и так далее. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Тамара Сергеевна, пожалуйста. Вопросы, наверное, есть в зале. Вот, пожалуйста, мужчина. Подходите только к... Где у нас... Где у нас микрофон? А, вон стоит. Здравствуйте. Доктор-уролог, панкратур Александр Николаевич. Вопрос таков. Сейчас возникает необходимость на дому менять цистостому. То есть врачи поликлиники просят руководства, чтобы была замена. Законно ли врачам выходить на дом для замены цистостомы? Либо они должны, наоборот, транспортировать пациента, так все-таки это инвазия. Вы знаете, вот конкретный данный пример мы вот никак даже и не обсуждали. Не обсуждали это в трудовых функциях и возможно ли это на дому делать. Замена цистостома, безусловно, является врачебной манипуляцией врача-уролога. Где это делать? Наверное, это все-таки, я думаю, правильнее делать в стационарных условиях, либо в каком-то амбулаторном поликлиническом отделении, в условиях перевязочной или в каких-то таких условиях. Поэтому я думаю, что на дому это незаконно взять. Мне так кажется. Но мы, так сказать, выход на дом и на дому замены цистостом, безусловно, даже это не обсуждали в профессиональном стандарте. Понятно, наверное, всем, что это на дому делать нельзя. Спасибо. И вообще вызов у врача-уролога, узкого специалиста на дом должен производиться или только лишь перечисленные хирурги, терапевты, врачи общей практики, скорая помощь? Ну, это будем обсуждать. Это вот я пока не могу это ответить. Спасибо. Так, вопросы есть еще? Я понимаю, что вопросов много, да? Значит, там вызов на дом и прочее. Естественно, это все, как говорится, делается при личной просьбе. Если больной нетранспортабельный, никто его, конечно, вам не повезет. И, конечно, по личной просьбе за отдельную плату, я думаю, многие урологи ездят, меняют эти катетеры и прочее. Значит, этот вопрос не относится сейчас к теме доклада, товарищи, по существу доклада, по существу предлагаемого стандарта. Вот у меня, например, вопросы, да, у СРА уже тоже возникают. Как в анекдоте, съесть-то, говорит, он съесть, а кто же ему даст-то, да? Ну, кто даст делать ординатору второго года пилонефролитомию? Тут единицы, кто здесь сидит, из опытных врачей делает. Кто даст тур делать? Кто даст резекцию мочевого пузыря? Когда я училась в ординатуре у Лопаткина в 70-е годы еще, у нас была тетрадка, и мы должны были за год сделать по 10 операций типовых. Но там, конечно, не было пилонефролитомии. И, в принципе, хорошо, что вот сейчас стандарт идет, потому что, в принципе, вот то, что утверждается, это уже будет обязательным к исполнению, да? И мы вот, хочешь не хочешь, но мы по 10 аденомоктомий открытых делали, потому что был тоже стандарт, как бы, в советское время. И у нас была тетрадка, и мы писали дату, фамилию писали, кому-то сделали. За год я делал, ну не я, там все делали, 10 аденомоктомий, 10 уротеролитомий, 10 пилолитомий, 10 там этих водянок, я уж не помню, там, фимозы и прочее, да? Значит, но это все выполнялось, и никто не мог возражать, потому что это стандарт. Поэтому хорошо, что будет стандарт, но только тут надо, конечно, насчет операции, потому что пилонефролитомию, это, во-первых, мало кто умеет это делать. Тамара Сергеевна, я отвечу, в общем-то, такой вопрос, в общем-то, не вы одна задаете, и такое же мнение высказываете об этом. Поэтому после, конечно, врачу после двухлетней ординатуры научить его выполнять пилолитомию или радикальную нефрактомию, это просто невозможно, и нужно дальше учиться, и учиться, чтобы это, так сказать, делать хорошо. Не, нефрактомию еще, ладно, а вот пилонефролитомию, это кто-то, кто это сможет вообще? Поэтому умение выполнять, в общем-то, оперативные вмешательства, мы будем, вот, так сказать, да, все-таки, я думаю, общей комиссией, так сказать, в президиуме, мы уже это обсудили, безусловно, что мы будем сокращать и, в общем-то, до базов, до минимума каких-то манипуляций. По существу, вот, доклады, есть еще вопросы? Нет, нет. Ответ такой, что у нас врач-уролог, у нас врач не делится, стационар, поликлинику. Поэтому вы сегодня работаете в поликлинике. Товарищи, вы врачи узкой специальности, если вы не знаете, кем вы, да, вы знаете, что сейчас в поликлинике вообще уролог убирается. Вот Любовь Алексеевна сидит в департаменте здравоохранения. Вы знаете, что сейчас готовится вообще оставить только врачи общей практики? Никаких урологов не будет там в помине. Куда? Как и все на улицу. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если в стандарт внесено умение выполнить пункцию лоханки, пункцию кисты, почки, будет ли внесено в стандарт обучения врача-уролога-андролога ультразвуковая диагностика? Без ультразвуковой диагностики это же не выполняется. Это прошлый век тогда. Безусловно, мы поэтому это обсуждаем, потому что если в стандарте будет это написано, то мы создаем на основе этого стандарта свои учебные стандарты, где мы это, безусловно, будем включать и обучать. Поэтому это, так сказать, мы обсуждаем, что включать, что делать и так далее. Но уролог-андролог у нас такой специальности нет, у нас есть специальность урология. Вы не тяните руки, подходите сразу же, времени-то нету, подходите к микрофону. Вопрос такой, не значит ли этот доклад и этот стандарт то, что урология пойдет по пути централизации оказания медпомощи и урологи в районах периферийные, как специалисты не понадобятся, потому что нет материально-технической базы для осуществления вышеуказанных операций. Ни тура, ни КЛТ, ни ультразвуковой диапевтики. Ну что я могу ответить на этот вопрос? Может быть, конечно, но мы должны стремиться к тому, что должно быть. Это всем понятно, что нет урологии московской, нет урологии областной и так далее. Но тем не менее, какой-то определенный ряд умений, безусловно, мы его сейчас определяем. Уролог должен выполнять в любой стране, будь то в Москве, будь то в Рязани, будь то где-то еще. Поэтому я не думаю, что это, наоборот, будет централизировать какую-то урологическую помощь, а наоборот, это будет развивать, я думаю, в регионах урологии. Можно я добавлю? Коллеги, я хочу добавить. Во-первых, все-таки вы должны понимать, что это профессиональный стандарт врача, который только что закончил ординатуру. Значит, это раз. Во-вторых, то, что касается ультразвуковых и даже рентгенологических методов исследования, существует приказ еще РСФСР от 1992 года, это 132 приказ, по которому мы с вами вообще не имеем права проводить эти исследования, если мы не имеем с вами первичной специализации по рентгенологии или по ультразвуковой диагностике. Тем более в рамках двухгодичной ординатуры, естественно, никто не предусматривает обучение еще и ультразвуковым методам. Это же понятно. А если это ходит в стандарты выполнения трансрутеральной резекции простаты после обязательной ординатуры? Значит, это еще не входит в стандарты, это только обсуждается. Еще ничего не входит никуда. Почему-то там написано, пожалуйста, выполнение перкутанных эндоскопических. Товарищи, вам показывают адрес, электронный адрес, значит, пишите, возражайте, иначе вас заставят, как говорится, все это делать. Ну не вас, а бедных молодых, да? Это, вернее, не то, что заставят, а просто без этого не будут присваивать квалификацию уролога, понимаете? Это вопрос серьезный. Поэтому выносится на обсуждение. Вот сейчас у нас интернет-трансляция. Обращаемся ко всем урологам нашей необъятной родины, да? Значит, пожалуйста, mail.sobako.ru.ru, пишите ваши замечания, пишите ваши предложения. Я тоже считаю, что такие серьезные операции, о которых я сказал, не должны быть. Не должны делать ординаторы после двух лет обучения, да? Ясно, что они такое там напортачат, что потом уже надо будет за ними переделывать и переделать. Поэтому, конечно, нужен набор простых операций. Пожалуйста. Позвольте вопрос. Есть ныне действующий закон о порядке оказания помощи по специальности урология. Куда входят порядки оказания амбулаторной помощи, так сказать, формирования амбулаторного кабинета, дневного стационара и стационара урологической помощи. Есть, так сказать, стандарты оказания по нозологиям, ну, которыми мы пользуемся. Вопрос в чем? Вопрос в чем? Вопрос в том, что это идет с противоречием, вот с вот этим вот документом. Здесь, получается, как бы есть положение о том, что врач должен сделать это и это. Но в законе о здравоохранении есть подразделения об амбулаторной службе и о стационарной службе. И врачи амбулаторной службы никогда не столкнутся с перечисленными манипуляциями. Значит, мы сейчас не говорим с вами об амбулаторном докторе или стационарном. Мы говорим сейчас о враче, который закончил ординатуру. А где уж он потом будет работать? В амбулатории, в стационаре кратковременного пребывания или в круглосуточном стационаре. Это уже другой совершенно вопрос. И там будет совершенно другой профессиональный стандарт, скорее всего. Значит, этот профессиональный стандарт, он сейчас как бы является основой, вернее будет являться. Он еще не утвержден, естественно. То есть это проект, понимаете, проект, который мы с вами должны обсудить и принять всем сообществом. Значит, с одной стороны, это будет платформа для создания образовательного стандарта для ординатора первого, второго года обучения. То есть вот все, что мы сейчас пропишем, этому обязаны будут обучить этого человека за два года, понимаете? Но мы тоже реально должны понимать, что за два года, так сказать, объять необъятное нельзя. И второй момент. Это будет в последующем такой отправной точкой для кадровиков, которые будут сверять вас с этим шаблоном. Умеете вы или не умеете, подходите вы или не подходите. Понимаете, о чем речь идет? Да, уважаемая Тамара Сергеевна и Любовь Алексеевна, у меня один вопрос и одно серьезное замечание. Пока это только проект, и это, к счастью, не вступило в силу, это должно быть очень серьезно обсуждено. Не только на сайте, потому что вот то, что здесь прописано, ни за какие два года освоить невозможно. И каждый из сидящих в зале прекрасно понимает это. Поэтому нельзя обязать ординаторов за два года, которые не имеют общихирургических навыков, вообще никаких общихирургических. В настоящее время они приходят со школьной скамьи, и ряд из них не знает, как подойти к больному. Рекомендовать им, не рекомендовать, а обязывать их выполнять серьезные операции. Кто будет отвечать за то, как они выполняют эти операции? Если они за ординатуру, может быть, и выполнят одну из этих операций. Это уже посыл неправильный. Это первое. Второе. Учитывая, что такие серьезные планы, они правильные, они разумные. Мы должны людей обучать в ординатуре. Но мы должны немножечко по-другому, по-видимому, обсуждать вопрос. Если мы хотим, чтобы они у нас были серьезно подготовлены, не только теоретически, но и практически, не обсуждается ли на ваших уровнях, каких-то очень высоких, вопрос, тот, который обсуждается во всем мире, и он уже существует. О продлении обучения в ординатуре. Я прекрасно себе отдаю отчет в этом, что это вопрос финансовый. И если, допустим, вот в Молдавии существует такое правило, знают, что вот в этом году один человек уйдет из урологического отделения, дают одно место в ординатуре в Кишиневе и готовят одного человека для обучения в ординатуре, и он будет обучаться в этой ординатуре пять лет. Вот. И выходит специалист. Мы хотим сделать за два года программу абсолютно нереальную. Вот обсуждается ли вопрос, и есть ли для этого предпосылки финансовые, экономические или какие-то серьезные в умах о том, что необходимо продлять ординатуру, или вот все это поменять до реальных планов. Вот я хочу получить ответ на этот вопрос. Значит, то, что касается продления ординатуры, этот вопрос, ну, насколько я знаю, вроде бы начал обсуждаться. Ну, когда ее продлят, естественно, мы не знаем. И продлят ли ее. Значит, то, что касается перечня, вот то, что представлено на слайде был, естественно, что он будет резко, я думаю, сокращен резко. Потому что, естественно, все мы понимаем, что это все нереально. Так, друзья мои, значит, сейчас у нас уже обеденный перерыв. Я хочу сказать, что это проект, который возглавляет Дмитрий Юрьевич Пушкарь. Я лично о нем вот тоже с вами впервые о нем слышу, да. Значит, я получил, так сказать, сведения. Я зайду на сайт, напишу свои возражения, к чему призываю и вас всех. Для этого вот сегодня вынесли, потому как нужна общественная, так сказать, огласка. И наша конференция как раз вот в это время произошла, когда нужно общественное обсуждение. Поэтому давайте все дружно бороться и предлагать свои предложения на сайте, пожалуйста. Сейчас обеденный перерыв, после обеда ждем на хронической тазовой боли.